здравствуйте уважаемые друзья с вами Алексей Кузьмичев сегодня у нас будет видеоурок для новичков давненько у нас их не было и в этом видеоуроке я хочу вам рассказать про то как выделять объекты при помощи пера очень часто мне подписчики задают этот вопрос как получать ровные контуры при помощи пера как выделять округлые объекты и так далее как раз в этом видеоуроке я вам все сейчас подробно расскажу и покажу итак у нас есть машинка которую мы хотим выделить в данном случае мы берем инструмент перо находится у нас на панели инструментов здесь вот практически в самом низу если вы его здесь не видите скорее всего у вас выбран какой-то другой инструмент вы просто щелкайте здесь правой клавишей у вас появляется выпадающий список в котором вам нужно выбрать перо вот у данного инструмента у нас есть несколько настроек нас в первую очередь интересует то чтобы у нас был выбран контур здесь они фигура потому что если будет выбрана фигура мы будем вот таким вот образом создавать какую-то фигуру а нам совершенно это не нужно в данном случае нам нужно просто обвести объект чтобы получился контур а поэтому в данном случае мы будем использовать настроечку контур вот и все остальное в принципе можем не трогать единственное поставим галочку оптимизация все приближаем объект что нам было удобно работать вот и давайте начнем сначала с выделения округлых областей в данном случае вот здесь вот на бампере у меня поставим первую точку где-нибудь вот здесь вот и теперь нам с вами нужно выделить вот этот вот округлый участок для того чтобы это сделать я сначала ставлю вторую точку в конце этого участка вот так и теперь уже на нашей получившейся линии я начинаю добавлять дополнительные точки ставлю ее вот здесь к примеру вот как видите сразу же у этой точки у нас появляется две направляющих сейчас увидите для чего они нужны после того как мы добавили точку зажимаем клавишу control и вот таким вот образом перетаскиваем ее на нужное место как вы видите давайте немножко приближу чтобы он был еще лучше видно вот приближаю ее сюда и располагаю здесь также вот эту точку мне нужно немножко сместить также это можно сделать при помощи клавиши control и мы сможем любую точку переместить туда куда нам нужно после этого возвращаемся опять к нашей центральной точке и уже при помощи вот этих направляющих мы можем а вот эту вот дугу сделать по такой форме по которой нам нужно для этого также зажатой клавиши control мы начинаем тянуть вот за эти направляющие как видите что у нас меняется мы можем подогнать таким образом контур по нужной нам форме при помощи вот этих вот двух точек то же самое делаем и здесь следим за тем чтобы у нас все было ровно так и также здесь еще все как видите теперь у нас контур идет ровно как раз по направлению нашей детали теперь давайте рассмотрим как можно сделать острый угол на контуре здесь все еще проще у нас к примеру есть точка вот здесь вот да и нам необходимо сделать острый угол здесь для этого мы просто добавляем точку в нужном нам месте и также дальнейшем можем ее переместить куда нам нужно при помощи клавиши control здесь нам направляющие совершенно не нужны так как у нас угол острый направляющие мы будем использовать только для тех участков где нам необходимо выгибать кривую так вот здесь вот я не совсем ровно это сделал давайте еще раз вернемся на эту точку и подкорректируем при помощи кривых чтобы у нас выделение шло ровно если к примеру у вас не получается при помощи двух точек обвести контур в данном случае как у меня да я за одну кривую тяну у меня уходит другая мы можем добавить еще одну направляющую здесь и уже с ее помощью вот таким вот образом уже расположить все как нам вот как видите теперь уже контур стал ровным все поэтому если форма сложная то я советую ставить вам побольше точек так будет проще вывести нужную вам форму ну и теперь давайте замкнем наш контур и посмотрим что получится так здесь я всю машину обводить не буду просто скажу вам на этом участке так но вот эту область допустим мне нужно выделить и также очень важный момент к примеру если вы поставили где-то ненужную вершину вы можете всегда в любой момент убрать для этого просто достаточно навести на нее курсор вот и у меня на курсоре появляется значок минус как вы видите вот я просто щелкаю по нему и у меня вершина это пропадает и как видите у меня соединяются две соседние вершины уже при помощи контура вот то есть если вам необходимо что-то подкорректировать можете удалить и также добавить добавить вы можете вершину в любом месте где вам нужно просто наводите перо на контур и у вас везде загорается значок пера с плюсиком да то есть везде можно поставить дополнительную точку если это необходимо так ну что ж теперь давайте замкнем наш контур для того чтобы рисовать дальше контур вы всегда должны находиться на последние его точки поэтому зажимаем клавишу control и переходим сюда вот у нас выделилась последняя точка и теперь мы можем ее замкнуть как видите если я навожу перо на начальную точку чтобы замкнуть контур у меня появляется вот такой вот колечко это значок того что контур у меня замкнется щелкаем сюда и мы получаем замкнутую такую вот обводку теперь для того чтобы выделить это все мы щелкаем здесь правой клавишей и выбираем пункт выделить область вот ну здесь уже открываются стандартные настройки для выделенной области в данном случае нам не растушевкой ничего не нужно единственное у меня стоит сглаживание и нажимаем ok все получаем новую выделенную область как видите она у нас соответствует форме нашего бампера как раз то чего мы и добивались ну что ж вот в принципе все что вам нужно знать чтобы обводить различные объекты при помощи пера как видите здесь нет ничего сложного поэтому я вам советую взять любой объект и просто на нем потренироваться желательно взять объект который будет максимально сложной формы так сказать таким образом вы немножечко набьете себе руку и в дальнейшем у вас не будет никаких проблем при выделении различных объектов ну что ж большое всем спасибо за внимание и до встречи в следующих видео уроках украины пока ну пока ну теперь лучше все еще сейчас пожалуйста ��